Однажды я навестил его, в его дом пришел, к этому шейху. И я увидел то, что у него очень много фотографий или же картин шейхами шазилидского тариката. То есть такой-то шейх нашего тариката, такой-то цепочки целые расставлены, то есть как этот. Которые были повешены на стены. И я напомнил ему тот запрет, который приходит к нам относительно вешения изображений живых существ. На что он мне не ответил. Вместе с тем, что хадис вроде как ясный, понятный. И он не скрыт от него, он его знает. А это слова пророка. Пророк сказал, дом, в котором есть изображение живых существ, висят или стоят, или открыто находятся, в такой дом не заходят ангелы, сказал Мухаммад. Также в хадисе сказано, запрещал пророк, саллиллаху алейху вассалям, анисуар, изображение живых существ. Держать в доме изображение живых существ и создавать их, чтобы человек делал их. В действительности так и есть. В наше время многие халатно к этому относятся. То есть действительно в доме может быть у них какие-то изображения. Я сейчас не говорю, может быть, о детских игрушках, в которых есть нужда. Или, допустим, деньги, на которых также бывают изображения. Но в которых есть нужда, то есть дарура это, без этого никак. Но какие-то вещи, которые можно легко убрать, я не знаю, там, изображение женщины на шампуне или еще где-то там. Или там календари какие-то у кого-то висят, и там тоже изображение. Надо это все убирать. Ангелы не входят в такие дома. И как один из наших шейхов говорил тоже, Субхан Аллах говорит, удивительно положение человека. Человек жалуется, когда вот многие люди приходят, допустим, в мечети говорят, вот моего ребенка там. Или у меня у жены масс. То есть шайтан как-то этот зашел, там, не дает ей жить и так далее. Как это называют? Массу шайтан. Да, ну, селился шайтан. То есть одержимый, да. Вот у меня, допустим, ребенок одержимым стал. Не спит, плачет, кричит. Или там кто-то Куран читает, трясти его начинает и так далее. Что-то почему, что стало причиной этого? Как так случилось? Что-то вот так, мы говорим, хорошо, пророк, салаллаху алейху ассалям, сообщил нам, что если в доме есть ссор, изображение живых существ, ангелы не входят в эти дома. Хорошо, если ангелы в такие дома не входят, дома, что пустыми остаются? Нет, конечно, шайтаны в них ходят. То есть ты начинаешь жить шайтанами, шайтаны тебя везде сопровождают и так далее. Потом, субханаллах, жалуются вот на это все. Если спросить их образ жизни, дом весь переполнен изображениями. Здесь висит ВВП, здесь висит еще кто-то, здесь еще кто-то и так далее. Там какие-то животные, может быть. Или вот вешают охотники, вешают там, допустим, голову, там, кабана, еще кого-то и так далее. Добычу свою и тому подобные вещи. У кого-то, может быть, я не знаю, там вплоть, ну, много-много всего этого можно наблюдать. Там даже, допустим, корзинки для цветов бывают в виде животных тоже. Все это не должно быть. Потом, если ты посмотришь, утренние и вечерние зикры кто-то практикует. Жена, дети, ты сам. Нет. Кур'ан дома у тебя играет, если ты сам не умеешь читать. Хотя бы можешь ты включить по, я не знаю, магнитофону, компьютеру, чтобы играл Кур'ан, чтобы слышался Кур'ан дома. Нет. Кур'ана в доме нет. Изображение есть. В дом ходят бисьмеляне говорят, кушают бисьмеляне говорят, в туалет заходят-выходят, ничего, зикров не делается в доме, Кур'ан не читается. И потом ты говоришь, как так случилось, что нас поразил джин? Так ты все условия ему предоставил. Было бы удивительно, если бы он не поразил тебя, Субхану Аллах. Как так случилось, что джин тебя не поразил? Как ты такой образ жизни ведешь? Поэтому, братья, сунна, сунна, сунна. Следуйте сунне, братья. Встаете. Альхамдулляхи ладзи ахьяна. Хвала Аллаху, который оживил нас. Багда мааматана. После того, как умершвил нас, то есть во сне. Ваилайхиннушур. К нему возвращение. Намазы старайтесь джаматам читать, чтобы семья тоже соблюдала. Читали вместе. Пусть дети тоже одеваются и так далее. Поддерживайте сунну, исламский образ жизни в домах тоже у себя. Чтобы потом не было вот этого всего, таких плачевных результатов. То есть.